Мне очень нравится МЗКТ. Это, можно сказать, один из любимых моих заводов. Мои поручения когда-то очень сложные, я даже не надеялся, вы очень быстро исполнили, вы произвели быстро машины, те, которые нужны, оказались нашей армии и востребованы сегодня на международных рынках. То есть потенциал, компетенции у вас очень высокий, у ваших людей. И я очень хотел бы, чтобы вы сохранили их. И очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложение о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами. Неважно откуда они, с Востока или с Запада. Понимаю, что если ты пришел на завод, то ты не должен прийти и угробить это предприятие или кому-то продать. Ну, это как у нас сейчас в Беларуси. Вот взять Беларусь, сделать зависимые или куда-то там слить. Мы же не для этого. Поэтому я надеюсь, что ты понимаешь, что завод надо сохранить. Вы научились конкурировать. Многие вещи производятся такие, которые производят 2-3 страны в мире. И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят. Вы видите, какая война идет сегодня за энергоресурсы. У нас вот такой период. Поэтому надо научиться экономить. И жить по средствам. Атлант, он меня давно напрягал. И когда я получил последнюю информацию о том, что у вас там с финансами не сладко, а вы ведь занимались финансами, я понял, что, ну, наверное, надо что-то делать с Атлантом. Я хочу, чтобы вы понимали, что Атлант – это государственное предприятие. Кому бы вы там акции эти не раздавали? Это сосед президента через дорогу. И каждый день, бывая здесь, во Дворце независимости, я смотрю на Атлант. И сразу вспоминаю все недостатки и все болячки, которые у вас есть. На Атланте я побуду. Я бывшему директору об этом говорил. И там мы посмотрим на вашу работу. Но разговоры типа того, что на рынке тяжело, конкуренция, кто-то заполонил что-то в России и так далее. Ну, это всем понятно. Наша страна вся такая, реальный сектор экономики. И мы как-то конкурировали раньше. А сегодня кое-кто руки опустил, в том числе на Атланте. Поэтому думайте, вы молодой человек, думайте, вам жить и работать. Думайте, как мы будем выходить из существующего положения.